ребят всем привет рад видеть вас на канале деревенщина что ж быстренько пробежимся по плану с утра сбор смородины и и я уже собрал муторное дело скажу вам сбор листа спородины промыл сейчас поставил на чтобы обтекла вода минут через 15-20 зайдем закинем морозилку затем в обед достанем перетерем руками отправим на ферментацию часть ко всем 8 вечера просушим высушим в духовке также вечером затоплю русскую печку вчера привез яблочки посушим еще яблочки тоже для чаев так ну и стройка сейчас займемся стройкой так в первую очередь мне сейчас надо будет шлифануть края немножечко здесь сантиметров по 5 наверное заскочим может чуть побольше покрасить здесь у нас будет оконный проем поставим окошечко ну и начнем монтаж монтаж стен из проф листа в помощниках нужен мне будет сегодня помощник скорее всего нурлы и она поможет установить первый лист ну а дальше я думаю дальше наверно мы сами уже справимся и и вечером хотелось бы конечно съездить в полях немного заработать хотя бы рублей 500 600 на текущие расходы но текущие расходы это у меня в основном горючка и ну все вроде на этом все шлифанем ребята лепестками круг лепестковый по моему так он называется да наверное нашел парочку старых у себя в запасе но еще шлифует время у нас доходит пол шестого сегодня успел закрыть две стороны если бы после обеда меня не вырубила на два с половиной часа то закрыли бы и третье так ну вроде все нормально единственное единственное вот то есть небольшой косячок у меня во первых тут я сам немного сплав сплохого мне надо было пять сантиметров отступить начинать от пяти сантиметров отступив здесь на края я заказал 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 коньки будем закрывать коньком края окантовочку будем делать ну и к сожалению рабочие так вот это вот надо подобрать отсюда то ведь тут и потеряю к сожалению рабочая ширина листа не соответствует действительности в итоге я получается так получается 5 сантиметров там забыл оставить ну хотя бы мы вот здесь бы остановились ну и плюс где-то минимум минимум 4 сантиметра мы потеряли на том что заявленная ширина листа не соответствует действительности но тем не менее вот здесь у меня 17 сантиметров ширина ширина конька 20 то есть любом случае немножечко закроем да есть небольшой косячок но все решаемо здесь в этой части сарайки у нас будет дровник или дрови ник кому как удобнее как бы для дрови ника это не критично что же ведь денек то подходит концу уже давайте съездим сейчас в полях немножечко покопаем нам принципе мне в принципе 30 килограмм достаточно бы было потому что 30 килограмм по сегодняшней цене мне хватает для того чтобы один раз съездить за грибочками поедем в тот же овражек который копали пару дней 2-3 дня назад может не помню а где мы взяли соточку совершенно совершенно неожиданно даже для меня надеюсь но если там не будет где-нибудь соседнем овражки поищем еще металл поехали у нас ребят день 2 едем за грибочками но по пути решил заехать собрать облепиху сейчас находимся на улу на уличке улочки улочки так наверно будет здесь я видел хотя год не урожайный но видел три куста довольно хороших так с облепихой заехал но ее уже собрали к сожалению есть еще на соседней улице тоже видел очень хороший куст прямо весь в облепихе но не факт что она еще есть сейчас доедем глянем но здесь в принципе должно быть много облепихе не знаю может найдем нетронутые кусты я надеюсь слушайте ну прям таки серьезные заготовители здесь были профукали мы с вами момент срезали конечно вот веточками такой метод я думаю не очень хороший все таки вон там чуть-чуть осталось пару штук и ей а я сегодня с утречка хитрую приспособу сделал для сбора облепихе на будущий год на будущий год мы их опередим ребят это я вам обещаю вот сколько мы здесь две недели назад по моему заезжали облепихе еще было полным полно вот вот этот куст я помню прямо весь желтый ободрали все серьезные ребята ладно сейчас еще немножечко пройдусь мне хотя бы в тормозок набрать себе на сегодня по облепихе я думаю тоже тема довольно интересная должна быть цены ценные ягоды посмотрим может где-нибудь еще попадется на но здесь да здесь мой момент конечно потеряли скажем культурным языком время у нас доходит уже 10 часов мы только с вами доехали до леса немного припозднились но ничего страшного бывает нам 4 ведерочка на собрать часов до 2 до 3 думаю справимся я думаю еще где-то 3-4 выезда наверно получится у нас сделать за мухоморчиками и скорее всего гриб уже начнет отходить дальше по плану был заработок на шиповники но чет я смотрю шиповник у нас совсем нема поэтому пока что ездим за грибами будем думать какие у нас дальнейшие планы у нас принципе есть запасной вариант всегда это металлолом но хочется поработать на дикоросах ладно ребят камеру собой брать не буду забегаю в лес мы включимся уже по по результату покажем результат камеру с собой не взял но телефон-то у меня с собой как говорится как такое не снишь пошли опята кстати они пошли уже еще выходные под березовик и прям шикардосные шляпочки вот первая вторая к тому же подсохли что ли или это пантерна мухоморчик это здесь еще увидел вон одна шляпка вон одна шляпка хороший красиво жаль что на опята нет у меня сбыта нет клиента но в принципе объявления закинуть можно смотрите сколько бересты если не забуду надо будет собрать мы прямо недалеко от автомобиля деревца живое а вот здесь вот чага у нас сейчас мы с вами срубим вот остатки тоже наверное надо бересту сразу заберем такое чувство что береза скидывает скинул вторую бересту не знаю такое вообще бывает или нет ну и все сейчас соберем кстати я придумал уже чем мы займемся после мухоморчиков мы с вами на пару дней уедем на территорию диких лесов на дальний кордон и и и там посмотрим в общем хочу посмотреть там чагу тоже там березовые леса хорошие у нас но прежде прежде мы конечно свозим нашу нашего оператора наши уважаемые многоуважаемые не сын уруем на на ее родину обещал я ее туда свозить уже два года смысле уже обещая в этом году уже точно свозим порыбачим надеюсь ну рыбалка там хорошая всегда была была последний раз на рыбалку я ездил мне было 15 это это сколько это же 20 27 лет назад с отцом да прибудет с ним всевышний тогда мы привезли пару бочек но мне в этот раз пару ветер хватит прям шикарнейший зонтик ох поедим их нынче нет так если возьму с собой это сколько он у меня смотрите какой он большой это сколько у меня место бедре займет надеюсь поближе где-нибудь машине найдем хочется хочется очень попробовать говорят очень вкусный гриб особенно в кляре очень интересный гриб попался а определитель грибов говорит что либо это мохомор вонючий интересное название либо зонтик румянцевый или какой там не помню либо шампиньон но на шампиньончик не похож я склоняюсь мохомору вонючему целых два часа у меня ушло на сбор первого ведерочка нурлыевна нас опередила она уже пообедать успела сейчас мы тоже пообедаем время 12 вторые два ведра собрали мы чуть менее чем за полтора часа и в общем 4 ведра как обычно у нас коробочки уже есть опять на улице ветерок опять снимаем нас салон автомобиля в общем клещей ребят нынче что-то осенью прям очень много и не сына роем но у нас уже одного словила уже пролечилась прям как весной весной вот я словил трех нынче тут пока что живой ладно ребят доедем до дому и уже включим силу сушилки так температура выставлена верхняя точка 40 градусов шаг 5 то есть до 35 он будет остывать но я вам скажу так выше 33 вот сейчас 31 6 вот сейчас он вот немножечко еще поднимается но сейчас ничего вас с вами поставим вот здесь вот оставим небольшую щель для вентиляции таким вот образом и выше 32 33 до 10 вечера он точно не поднимет вот мне интересно взяла и вот такие вот лопухи сегодня несколько штук давайте покажу вот так вот их вытащим прям здоровенные посмотрим будут плеонисов очень интересными в общем забил забил полностью как обычно вот здесь вот это позавчерашние немножечко еще не просохли сейчас мы их отнесем домой и забьем в обычную сушилку в бытовую там они у меня будут досыхать ну все закрываем время наверное уже 6 доходит если уже не 6 на сегодня ребят все как всегда всем удачи здоровья увидимся на канале деревенщина всем пока